Это казахстанские спецслужбы. Сегодня обезвредили в Алматы организованную преступную группировку. С утра на одном из крупнейших заводов страны прошли обыски. Одновременно с этим силовики нагрянули домой к хозяину предприятия. По информации источников КТК, известный бизнесмен долгое время руководит влиятельной криминальной бандой. За ее лидером вели слежку уже несколько лет. И вот сейчас предпринимателя, который предположительно занимался рэкетом, задержали. Репортер КТК Виталий Мантров провел собственное расследование и готов показать нам эксклюзивные материалы. Виталий, добрый вечер. Так вот, страна уже полдня гадает, на кого же спецслужбы устроили охоту. Раскрою нам, пожалуйста, эту тайну. Светлана, обязательно, но обо всем по порядку. На одном из заводов Алматы, который позиционирует себя ведущей казахстанской компанией в области промышленной обработки стекла, первый рабочий день недели, начался не так, как обычно. На предприятия Кострой Стекло ворвались люди в масках и с оружием. Это не ограбление и не рейдерский захват, сразу поняли сотрудники предприятия. Ведь ни в кого не стреляли и никому не угрожали. Отряд спецназа начал проверку территории. Уже по этим кадрам ясно, что силовики были готовы к тому, что на них тут могут напасть. Но все обошлось. На Кострой Стекле начались обыски. Что именно там искали и что нашли, пока неизвестно. В здание во время операции никого не впускали. Известно на данный момент то, что хозяина предприятия там не оказалось. Он был у себя дома. В элитном жилом комплексе Арман Вилла. Это самая дорогая недвижимость в городе. Но охрана не помешала спецназовцам ворваться в квартиру предпринимателя. Ему сразу разъяснили права. Имейте право с ним молчание. То, что вы не скажете, и может быть использовано против вас в суде. Этот 50-летний мужчина, явно не ожидавший таких гостей, и есть владелец Кострой Стекла. Муратхан Токмади. Последние несколько лет он старался создать себе идеальный имидж. Спортсмен, отец пятерых детей, активист общественных организаций, патриот, менеджер от бога. Он и на велосипеде по утрам катается, и бегает, и ледяной водой обливается. А потом надевает дорогой костюм, садится в шикарный автомобиль и едет на любимую работу. А ведь начинал с дворника. Судя по публикациям в прессе и даже документальным фильмам, Токмади не человек, а сказка. То, что сделал Муратхан Токмади, хорошо знают спецслужбы. Они давно следят за ним. Уроженец Семипалатинской области состоит на учете в правоохранительных органах как лидер организованной преступной группировки «Депутатский корпус». По оперативным данным, эта банда занимается рэкетом и держит страхи многих бизнесменов. Ее главаря по прозвищу Мурка подозревают в том, что он сколотил свое состояние не благодаря предпринимательскому таланту, а с помощью угроз, запугивания и насилия. Не представляет наша команда. Амнистерный. Показать могу. Показать, сейчас первое. Преступникам из банды со странным названием «Депутатский корпус» часто удавалось выходить сухими из воды. Связи в высших эшелонах власти помогали. Отсюда, видимо, и наименование группировки. Заявления на Мурку в полицию писали не раз и не только казахстанские предприниматели, но и иностранные бизнесмены. Жаловались, что он со своими товарищами избивал их, угрожал оружием, требовал колоссальные суммы денег. В полицейских сводках есть данные, что Мурадхан Токмади стрелял в людей. Однако он об этом в своих интервью, конечно, никогда не рассказывал, а пытался представить себя добросовестным коммерсантом. Лидер должен обладать твердостью характера и упорством, несгибаемой силой его для того, чтобы выдержать то, что не под силу другим. Лидер сегодня вышел из дома не с гордо поднятой головой, а совсем в другой позе. Означает ли это то, что группировка «Депутатский корпус» пришел конец, говорить еще рано. Следствие только начинается. Это не первый удар спецслужб по бандинским авторитетам. В конце прошлого года в Алматы задержали предполагаемого главу ОПГ Айшуак Жантугель, более известную как «Четыре брата». Ее членов обвиняют в хищении нефти. Дело еще не закрыто, а совсем недавно, в мае, здесь же, в Алматы, надели наручники на руководителя банды «Адел Кытай». Ее участники, согласно материалам следствия, занимались контрабандой, похищениями и убийствами. В КНБ сообщили, что в обоих случаях у опасных преступников были покровители в правоохранительных органах. Их тоже задержали. Кто именно помогал депутатскому корпусу безнаказанно копить грязный капитал, пока неизвестно. Виталий, спасибо. Я напомню, что Виталий Мантров рассказал подробности громкой спецоперации в Алматы о задержании вероятного главаря криминального клана.